29 августа торгово-развлекательный центр Art Mall посетила герой парковки, она же инспектор Фреймут. Сейчас вы видите видео с камер наблюдения ТРЦ о том, как все происходило. Команда инспектора тщательно подготовилась к спектаклю, который должен был пройти на нашей территории. Встреча помощницы с несовершеннолетним ребенком и, судя по всему, его опекуном. Сейчас они о чем-то договариваются. После этого они перешли в технический коридор ТРЦ и начали обвешивать подростка спецтехникой. Но, видимо, опасаясь камер наблюдения, они продолжили свои действия в туалете для людей с ограниченными возможностями. Где провели 8 минут за закрытой дверью. Теперь мы видим, как помощница инструктирует мальчика, что делать. А сейчас обратите внимание. Она лично передает бутылку пива несовершеннолетнему подростку. Он пытается спрятать ее в скрипичный футляр. Но так как футляр предназначен только для инструмента, он не закрывается, и помощница сама закрывает футляр. И вот они отправляются на территорию детского центра Китзвилл. Помощница покупает билеты себе и подростку. Обыск наша охрана, конечно, не проводила, так как досматривать личные вещи граждан имеют право только правоохранительные органы. Теперь мы видим, как помощница определяет место размещения подростка, где под ее присмотром ему придется провести 40 минут. А вот и основная героиня этого спектакля – Ольга Фреймут. При ее появлении помощница командует ребенку начать играть на скрипке. Фреймут подходит к подростку, и он после непродолжительной беседы достает бутылку пива и передает ведущей. Она подходит к охране, чтобы выяснить, как ребенок попал в развлекательный центр с бутылкой пива в скрипичном футляре. Охрана ответила, что не имеет права досматривать личные вещи посетителей. Но кто продал подростку пиво? Им интересно, так как это как раз и запрещено законом. После чего Фреймут быстро ретировалась. А вот и ответ. Обратите внимание, помощница Фреймут достает из кармана деньги и перелет опекуну за выполнение грязной работы и заставляет расписаться в бумагах о их получении. Жаль, когда таких молодых ребят учат зарабатывать деньги ложью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok